Завершают старые и вот-вот начнут делать новые. Администрация Первоуральска подготовила план проведения капитальных ремонтов 2017 года. Списки вошедших в программу домов уже согласованы. Осталось лишь провести конкурс среди подрядных организаций. Какие многоквартирники будут отремонтированы в этом году в нашем первом материале. Дом номер 38 на улице Чкалова один из первых, где начнется капитальный ремонт. Проблемы с кровлей, облупленная краска на фасаде, старые трубы – все это скоро останется в прошлом. В этом году в краткосрочную программу капремонтов попали 30 адресов. Это многоквартирники на Чкалова, Попанинцев, Комсомольска и Герцена. Общая сумма ремонта составит почти 200 миллионов рублей. Уже завтра контракты на проведение работ будут разыграны между подрядными организациями. Это пять видов работ. Мы все помним. Это система коммунальной инфраструктуры. Это горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, кровли и фасады. Капремонты 2016-го в Первоуральске на сегодняшний день уже завершены. Теперь администрация города осуществляет так называемый весенний контроль. К чиновникам поступили единичные обращения от горожан с жалобами на некачественное выполнение работ. Все недочеты озвучиваются подрядным организациям, которые в срочном порядке обязаны их исправить. Попутно готовят и план проверок. Как и в прошлом году, администрация намерена контролировать ход работ в каждом доме, чтобы подрядчики добросовестно выполнили свои обязательства. По мнению чиновников, такой пристальный контроль необходим. Во-первых, он подрядчиков стимулирует по качеству выполненных работ, по срокам выполнения работ. И благодаря именно этому контролю мы успели в отопительный период 2016-2017 года запустить вовремя все дома. В этом году не обошлось и без нововведений. Теперь гарантия на выполненные ремонты будет не три года, а пять лет. Работы в 30 домах планируют проводить все лето. Количество многоквартирников, которые попадут в программу капремонтов осенью, зависит от суммы собранных средств. Екатерина Криченко, Никита Нехорошков, Евгений Шилов. Служба народных новостей.